Здравствуйте! В этом видео мы расскажем, как получить жизненно важное лекарство. У Татьяны из Ульяновской области тяжелое врожденное заболевание муковисцидоз, приводящее к разрушению органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. В комплекс лечения входят десятки жизненно важных лекарств. Главный пульмонолог области назначил Татьяне антибиотик колистин. Но в поликлинике по месту жительства препарат ей не выдали. Татьяна обратилась за помощью в фонд «Правмир». Юрист Центра правовой помощи фонда «Правмир» предложил Татьяне добиться получения назначенного лекарства бесплатно. Как грамотно действовать, чтобы получить жизненно необходимые препараты? Получить письменное назначение от врача, обычно при выписке из стационара, в которых будет указано по жизненным показаниям или по индивидуальной непереносимости. Подать заявление в свою поликлинику на имя главного врача о проведении врачебной комиссии. Скачайте образец заявления по ссылке. Получите протокол решения комиссии. Направить заявление на обеспечение в региональный Минздрав с копией протокола врачебной комиссии. Это обязанность поликлиники, но лучше продублировать самостоятельно. Бывает, что в системе отсутствует необходимое лекарство, и врач технически не может выдать электронный рецепт. Тогда необходимо подать письменное заявление на имя главного врача о выдаче рецепта в рукописной форме. Получить рецепт на препараты с отметкой врачебной комиссии. Обратиться в аптеку за получением препарата. В случае их отсутствия требовать поставить на рецепте запись «Отсроченное обслуживание». Если рецепт не обслужили в течение 15 дней, можно подавать жалобу в Росздравнадзор и прокуратуру. Если поликлиника или Минздрав отказывают в проведении комиссии или не выдают лекарства, рекомендуем обратиться за защитой прав в прокуратуру с просьбой предъявить иск в защиту прав инвалида согласно статье 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Срок рассмотрения – 30 дней. Скачайте образец заявления в прокуратуру РФ по ссылке внизу. Прокурор подаст иск в вашу защиту, но контролировать судебный процесс вам нужно самостоятельно, чтобы вовремя подать заявление о рассмотрении дела без вашего участия. Скачайте пример заявления по ссылке. После вынесения решения следует подать заявление о выдаче исполнительного листа и направить его судебным приставом с заявлением о возбуждении исполнительного производства. На сайте Минздрава необходимо направить обращение с требованием провести индивидуальную закупку по 44 ФЗ статьи 93 и указать, что за неисполнение решения суда применяется ответственность по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь вы знаете, как действовать в таких случаях. Не бойтесь защищать свои права и пользоваться квалифицированной помощью юристов. Вы можете обратиться за консультацией на бесплатную линию поддержки в Центр правовой помощи. Проект реализовывается с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Телефон 8 800 550 56 29.